Этого дня кондуктор Эльза Юсупова ждала с нетерпением. Проверка QR-кодов говорит, процедура не быстрая и малоприятная. Были разные люди, хотели показывать, хотели нет, но выходить тоже не хотят. Они же на работу, кому-то легче стало, конечно. Люди сегодня спокойные, заходят, выходят, и больше народа, чем до этого раньше. Солидарна со своей коллегой и кондуктор другого автобуса Ирина Садыкова. Признается, эти три месяца поход на работу был один большой стресс. Когда были QR-коды с пассажирами, нужно было спорить по поводу этого. И высаживать очень тяжело. Опасно было даже с ними общаться, разговаривать. На общественном транспорте сегодня непривычно, тихо и спокойно. Когда народу много, кондуктору некогда все это проверять. По утрам же витком бывает автобусы. А сейчас легче, конечно, отменили очень хорошо. Мне вот сделали, Лас-Нахай, вот такую карточку и пенсионную. Я предъявляла. А у молодежи, у них же на телефоне, им нужно оплатить денежные средства. И также показать, что они привитые. Это очень неудобно было. С облегчением информацию об отмене QR-кодов восприняли и сотрудники торговых центров. Не секрет, за последние три месяца их выручка заметно сократилась. Сейчас, как мы видим, посетителей здесь гораздо больше. Многие торопятся сделать подарки для своих защитников, для удобства покупателей. Открыты уже не два, а все три входа. Масочный режим в транспорте и в магазинах пока никто не отменял. Так что за этим в торговых центрах по-прежнему следят. К этому покупатели относятся с пониманием. Послабление, напомним, ввели и для подростков. Теперь они могут находиться в торговых центрах без взрослых. С девяти часов утра уже люди стояли. Только двери открыли. Уже посещаемость огромная. Побольше клиентов будет приходить к нам, как говорится. На входе в ТЦ, как видим, сейчас нет ни очередей, ни проверяющих. И это, конечно, радует покупателей. Но есть среди них и те, кто считает, что с послаблениями поторопились. Очень много людей сейчас болеет в моем окружении. Поэтому я думаю, что все-таки рано. Рано отменили вот это все дело. И как-то люди стали более халатно к этому относиться. Оживленнее стало в столичных ресторанах и кафе. Праздничное настроение и у клиентов, и у персонала. В этом заведении после введения QR-кодов выручка упала на 60%. Постепенно начала восстанавливаться, но до прежних показателей еще далеко. Если временные ограничения нас не затронули, потому что мы и так-то работали до 11 часов, то коды это было некоторое неудобство. Но, во-первых, для сотрудников дополнительные занятости приходилось их проверять. Ну и, конечно, для наших гостей. Рестораторы надеются, теперь посетителей станет на порядок больше. Значит, увеличится и выручка. Но ряд ограничений все-таки остается. Организации общественного питания по-прежнему не могут работать по ночам. С 23.00 до 6 утра, только если это не торговля на вынос. Также в это время запрещено проводить банкеты и юбилеи. Послабления также коснулись цирка, кинотеатров и театров. Заполнять залы с равномерной посадкой теперь можно не на 50, а на 70%. Юлия Гоглева, Данил Филатов, ТНВ, Казань.